Мой дом, моя крепость. Самарские военные обзаводятся собственным жильем. Руслан и Татьяна Войцеховский в новую квартиру въехали всего полтора месяца назад. Своего жилья у них не было. По долгу службы главы семейства переезжали из региона в регион. А в Самаре, наконец, сбылась мечта заветных квадратных метров. Мы вот в новом доме решили приобрести квартиру. Стремимся всегда к лучшему. Новый дом, квартира была сделана по Черновой. Ремонт делали сами. Делали так, как хотели. Тут уже в пределу творчества не было границ. Заказали мебель. К Новому году обещают привезти. В Новый год мы уже обустроены квартире. Две спальни, большая гостиная, просторная кухня и прихожая. Есть где в догонялки поиграть и отдохнуть, и почитать. При выборе квартиры руководствовались интересами детей и главы семьи. Школа рядом. До работы мы уже близко. Ну, район смотрели. На будущее, что институты рядом для детей. Старшие 11, средние 7 и сыну 2. Квартиру супруги приобрели с помощью субсидии, которую дали Руслану, военному с более чем 20-летним стажем. И это только один из способов обеспечения постоянными жилыми помещениями защитников Родины. То есть военнослужащий сам ко мне приходит и изъявляет желание, что как же он все-таки хочет реализовать свои права. Путем получения субсидий, либо путем получения квартиры. Мы ему доводим до него список населенных пунктов, где есть жилые помещения, которые возможно ему предоставить. Он сам выбирает, что ему интереснее, что ему удобнее. В очереди за квадратными метрами долго стоять не придется. Она двигается быстро. За 5 лет в Самарской области число военных, нуждающихся в жилье, сократилось в 7 раз. Татьяна Плотникова, Алексей Ногинский. Специально для 63.ру.